Сегодня мы займемся созданием интро в Cinema 4D, используя элементы модуля МОГРАФ, также некоторые эффекторы и симуляцию частиц, то есть эмит. Видео будет разбито на две части. Первая часть будет исполняться в Cinema 4D, вторая часть уже постобработка проекта в подобии автоэффекта. Давайте сначала зайдем в вкладку симуляции и создадим объект Эмиттер. Тогда перейдем к элементам МОГРАФа и создаем объект Трейсер. После этого давайте выберем сплайн четырехугольник. Есть. Зайдем в объект Трейсер. Здесь в Трейсер связь должен быть наш эмиттер. Как вы видите, эмиттер испускает частицы. Но сейчас мы создадим свипт. И под этот свипт забросим и трейсер, и элемент сплайн. Как вы видите, очень большой радиус. Давайте уменьшим эти радиусы. Сторону А и сторону Б. Мало. Увеличим. И здесь поставим 15. Вроде бы хорошо. Так, поднастроим эмиттер. Закончим эмиссию в 50 кадре. Рождаемость выставим в таком диапазоне. Хорошо. Теперь давайте идем в симуляцию. Система частиц. Выбираем объект вращения. Модификатор. Эффектор вращения. Переходим в кладочку ослабления. И выбираем сфера. Увеличим эту сферу. Так. Теперь переходим в вкладку объект. И здесь угловую скорость выставляем примерно вот так. Да, видите, что у нас получается. Впоследствии это движение мы подредактируем, конечно же. Отодвинем объект вращения несколько вперед. Хорошо. Давайте увеличим длину композиции. И скорость испускания частиц в эмиттере поставим 600 сантиметров. Идем снова в симуляцию частиц и выбираем эффектор в трении. Эффициент трения выставим вот такой. Этого будет вполне достаточно. Хорошо. Анимация преобразилась. Чего мы и добивались. Давайте уменьшим соотношение сторон сплайна. Вот так. Дублируем эмиттер. Создаем эмиттер 1 и дублируем свип объект. Заходим в объект трейсер 2 и сюда забрасываем объект эмиттер, который мы только что сдублировали. Перенесем его в противоположную сторону. Этот эмиттер 1. Теперь его нужно развернуть. Выбираем инструмент Rotation и разворачиваем его на 180 градусов. Проиграем анимацию. Вот что у нас получается. Подровняем расположение эмиттера. Вот так. Выберем второй эмиттер и также его пододвинем. Рендер. Давайте выберем два эмиттера и увеличим еще скорость. Так. Смотрим. Да, вот это оно. Вот такая картинка получилась. В последствии. Теперь давайте зайдем в свип 1 и свип 2 и подмасштабируем концы. Начало. Точнее нашего ромба. Вот где-то так. Конечно, вы все можете делать на свое усмотрение. Теперь давайте создадим материал. И я не буду заморачиваться над созданием материала особо. В цвет подгрузим уже стандартные эффекты. Точнее поверхность огонь. Давайте в свечение также добавим тот же огонь. Посмотрим, что у нас выйдет с этого. Рекомендую подключить альфа. Но здесь интенсивность уменьшить. Интенсивность внутри также. Хорошо. Забросим материал на объекты свип. Рендер. Совсем неплохо, но видите, картинка очень затемнена. Давайте исправим это. Подключим отражение. Да, уже лучше, но все же не то. Редактируем далее материал. В свечение давайте выберем вот такой цвет приблизительно. Можно темнее. И здесь текстуру очистим. Смотрим. Слишком ярко. Давайте уберем яркость. И еще раз посмотрим. Лучше, но все же. Давайте затемним свечение. Сделаем его более темным. Практически то, что нужно. Давайте проиграем еще анимацию и посмотрим, как все выглядит. Да, очень неплохо. Такая абстракция. Здесь нам хватит 220 кадров. Уменьшим композицию. Давайте еще создадим свет. Подредактируем его положение. Перейдем в четыре вида. Посмотрим с виду сверху. Отодвинем источник света. Здесь также поднастроим. И перейдем в перспективу. Давайте приблизимся. И посмотрим на результат. Как по мне, очень интересно вышло. Давайте еще в свечении сделаем свет более темный. Вот как-то так. Более загадочно, что ли. Приступим к выводу нашего проекта. Я выбираю все кадры. Сохранить в формате PNG. Глубина 16 бит. Здесь подгружаем канал альфа и прямую альфа. И сохраняем где-то в своем компьютере. Я уже перед этим сохранил. Потому делать этого сейчас и не буду. Нажимаем рендер. В следующем видео мы займемся постобработкой вот этого проекта. Но уже Adobe After Effects. С добавлением некоторых эффектов. И конечно же своих изюминок. Следите за новыми выпусками. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Спрашивайте. И пока.